В Гомеле около 15 православных храмов, и в каждом из них в эту ночь прошло праздничное богослужение. Желающих попасть на него столько, что даже самый большой в городе Свято-Петропавловский собор с трудом вмещает всех. За пасхальные утренние следует божественная литургия. Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос воскресе!» И каждый раз верующие отвечают «Воистину воскресе!» «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Этой же ночью в Гомель прибыл благодатный огонь от гроба Господня. Святыню из Иерусалима доставили во время пасхального богослужения в Свято-Петропавловский кафедральный собор. Крестный ход в пасхальную ночь – это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Пасха – время поздравлений. Для каждого верующего Пасха особый, удивительный день. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, правды над ложью. Это время пробуждает в наших сердцах надежду, любовь и безграничное милосердие, говорится в поздравлении президента страны. Вера всегда была нравственным стержнем белорусов. Она помогает сохранить и приумножить традиции и культуру православия, основанные на вечных ценностях, почитании старшего поколения, заботе о детях и помощи страждущим. Объединяет нас в стремлении к созиданию во имя мира. Пусть светлые праздничные дни согревают вас теплотой общения с родными людьми, наполняют ваши дома радостью, гармонией и счастьем. Краеугольный камень нашей веры – ее неотъемлемая и незыблемая основа. Так определяется воскресение Христова в пасхальном обращении митрополита Минского-Изославского, патриаршего экзарха всей Белоруссии Павла. Христос Спаситель восстал из мертвых и открыл всему человечеству путь к воскресению, к вечной и блаженной жизни в обителях Царствия Небесного. Особенность празднования Пасхи в Гомеле – передвижная звонница. Уже девятый год она созывает прихожан на богослужение и возвещает о крестном ходе, шествующем по городу. Сегодня ночью к нам прибыл этот благодатный огонь с Иерусалима, который уже по традиции несколько лет от собора Петра и Павла разносится с колокольным звоном по всему городу, по всей нашей епархии. Я надеюсь, что люди в радости своих сердец о воскресении Христова принимают этот благодатный огонь и радуются вместе со Христом о его воскресении. Всех с Пасхой Христовой! Христос воскресе! Шествие благодатного огня по всем храмам Гомеля стартовало в 11 часов. Сегодня светлое Христово воскресение. После бесконечной зимы и хмурого неба день Пасхи пронзительно светлый, ясный и солнечный. Пробуждающаяся природа, трели птиц, оживляющие вместе с детскими голосами и колокольным перезвоном парк вокруг Свято-Петропавловского собора. От красоты, умиления и чистой радости, которые приносят этот праздник православным, замирает сердце. Пасха празднуется 7 дней, и поэтому эта неделя называется «Светлая пасхальная седмица». При этом каждый день недели также называется светлым. Алексей Натюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, Андрей Иванов. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова